22 июня – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. У вечного огня собрались многие жители нашего города, чтобы минутой молчания почтить память всех тех, кто погиб, защищая нашу Родину в этой страшной войне. Тех, кто не должил до Великой Победы, не жалея здоровья и жизни в тылу, отдав все силы для помощи фронту. И так же, как и они, мы будем самоотверженно защищать интересы нашей Родины, кто ковал нашу победу в тылу и на фронте, и не жалея сил, боролся и побеждал. Сегодня мы скорбим о павших воинах, оставшихся на полях стражений, и о всех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Вечная слава и память павшим героям. Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш бессмертный подвиг, самоотверженный труд и нашу Великую Победу. Здоровья вам, счастья, благополучия и мирного неба на голову. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалите ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы, и все-таки постарайтесь вернуться. 22 июня для некоторых юношей и девушек стал первым днем взрослой жизни. Накануне был школьный выпускной. Утром же первое, что они услышали, было обращение Левитана о том, что началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков, и наступило другое время, до и после. Пусть следующие поколения свято чтут память о Великой Отечественной войне и все то, что с ней связано. Войну забывать нельзя. Долгие четыре года бился Советский Союз в этой войне и победил страшную коричневую чуму фашизм. Но тех, кто погиб в этой войне, мы не забудем никогда. День 22 июня, каждый год, он для нас всех, россиян, всех мировых людей, планеты. Это день памяти и скорби. Это здорово, когда мы помним про наших участников Великой Отечественной войны, которые остались, не вернулись с полей сражений. Мы помним про тех людей, которые ковали победу, их сегодня среди нас нет и работали в тылу. Мы помним, чтим и признаем подвиги сегодня живущим. Спасибо им. Слава Богу, наши ветераны рядом с нами, напротив нас сидят, участники Великой Отечественной войны, участники ТЭЛа. Спасибо вам за все это, за ту победу, которую вы 70 лет назад принесли. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами. В знак глубочайшего уважения и благодарности павшим героям, участники митинга возложили цветы и венки к вечному огню. И это меньшее, что мы можем сделать за их величайший подвиг. Поэтому не остались в стороне и гостившие в нашем городе туристы, которые также отправились к монументу, чтобы выразить свою благодарность погибшим защитникам нашей Родины, почтить их память минутой молчания и возложить цветы. Поклонимся и мертвым, и живым, и живым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова